Добрый вечер, коллеги. Давайте переначем, как всегда, проверим звук в правом нижнем углу чата. Напишите, пожалуйста, все ли хорошо, поставьте плюсик и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Отлично, вижу, что плюсики пошли. Итак, коллеги, я рад еще раз всех приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Первый вебинар из цикла, посвященный различным торговым стратегиям. Сегодня тема вебинара – это «Японские свечи. Пять лучших стратегий». Сегодня формат вебинара несколько необычный. У нас новый спикер, кто будет проводить вебинары. Это Кира Юхтенко, наш партнер. В том числе данный вебинар проходит при поддержке информационного партнера портала InvestFuture. В самом начале, как всегда, это предупреждение о рисках. Важно всегда помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит начинать торговать, пока вы не знаете все риски, которые могут быть. Ну и важная информация касательно данного вебинара, ну и в принципе всех вебинаров, которые мы проводим, вся информация дается только в целях обучения, оснакомления и не может являться прямой рекомендацией к действию. Вот вижу, что есть прерывание звука. Анатолий пишет, ну вижу, что пока, вот Константин пишет, что звук хороший, поэтому, пожалуйста, проверьте, как у вас работает система. Возможно, нужно обновить страницу, и тогда звук будет слышен хорошо. Ну и перед началом, да, несколько слов о компании Admiral Markets, да, я со своей стороны хотел бы ее представить для тех, кто присутствует на нашем вебинаре впервые. Меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets, отвечаю за такие регионы, как Россия, Украина и страны СНГ. И хотел бы презентовать нашу компанию для тех участников, кто присутствует на этом вебинаре впервые. Один из рисков, да, который может быть, и вот мы уже затрагивали этот вопрос на первом слайде, вы видели, да, предупреждение о рисках. И важная вещь при работе на финансовых рынках, это выбор надежного партнера, которым для вас может стать как раз компания Admiral Markets. Admiral Markets, это компания, которая работает под лицензией Великобритании, на рынке мы существуем уже более 16 лет, с 2001 года, представлены в большом количестве стран, я даже сейчас не буду называть точное количество стран, но у нас на этом сайте информация представлена. Важно то, когда вы выбираете для себя компанию, выбираете брокера, это ее лицензирование, да, компания Admiral Markets сделала ключевую ставку на это. для того, чтобы предоставлять все услуги в рамках максимальной защищенности непосредственно для трейдеров. Одним из плюсов, да, компания Admiral Markets является лицензия FCA, это регулятор Великобритании, который является одним из самых жестких для компаний и наиболее интересных для трейдеров. Одним из плюсов является то, что ваши средства застрахованы на тот случай, если с компанией что-то случится. Если компания в какой-то момент не сможет отвечать по своим обязательствам, то из специального фонда вам будут выплачены средства до 50 тысяч фунтов стерлингов. Также компания Admiral Markets продолжает улучшать торговую платформу MetaTrader 4, которая является одной, в принципе, самой интересной для трейдинга, самой быстрой, которая имеет мобильную платформу в том числе, и для различных устройств, не только для Windows, но и для Mac в том числе. Это плагин MetaTrader 4 Supreme Edition, то дополнение, которое расширяет стандартный функционал данного инструмента, и на нашем YouTube-канале также есть отдельное видео, в котором вы можете посмотреть. То есть такие простые вещи, как, к примеру, расчет риска, которого нет в стандартном MetaTrader, который, как правило, трейдеры используют различные калькуляторы, он интегрирован в MetaTrader, все, что вам нужно, это просто установить дополнительный плагин. Одна из вещей, которая делает нас уникальными, это программа настройки защиты от волатильности. Вот если вы в своей торговле сталкивались с тем, что ваши ордера, к примеру, исполняются с большим проскальзыванием, или для вас это неприемлемо, идет открытие сделки в конце свечи, например, или сделка не исполняется вовсе, когда цена доходит до Take Profit, а касается буквально один пункт, но сделка не закрывается. Вот если вы с этим сталкиваетесь в вашей торговле, то рекомендую обратить внимание на настройки защиты от волатильности. Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте, на сайте компании Nural Markets, и также на YouTube-канале есть подробное видео, в котором мы рассказываем о работе данной системы. Ну и что является немаловажным, это то, что на конец 2016 года компания Nural Markets была признана 15-м Forex и CD-брокером в мировом рейтинге, уже исходя из объемов достижения, я считаю, очень серьезным. В конце вебинара также, если у вас появятся вопросы по компании, я с удовольствием на них отвечу. Сейчас я хотел передать слово уже моей коллеге Кире, и она уже расскажет вам более подробно о структуре вебинара, который будет сегодня представить себя, и уже перейдем к теме вебинара. Кира, выходите на связь. Роман, здравствуйте. Коллеги, надеюсь, что вы меня слышите. Я попрошу вас еще один раунд плюсиков о том, что вы меня видите, слышите, все у нас хорошо, и презентация отображается. Супер, замечательно. Очень приятно, что нас так много сегодня здесь собралось, и я надеюсь, что мы пришли не зря, и нам будет действительно полезно и интересно. Коллеги, меня зовут Кира Юхтенко, я на финансовых рынках достаточно давно работаю с разнообразными инструментами, начинала с валютного рынка, потом немножко расширила сферу работы, начала работать также и с фондовым рынком. Но по моим большим наблюдениям, фактически к любому финансовому инструменту применимы основы технического анализа. И, собственно, вот именно эта идея является основой того курса, который мы с компанией Admiral Markets для вас подготовили. Итак, свечной график у нас состоит из комбинации японских свечей. Вот прямо сейчас... Прямо сейчас перед вами на экране такой вот небольшой отрезок свечного графика, и каждая составляющая этого графика – это и есть одна японская свеча. Давайте, наверное, для того, чтобы было нам немножко понятнее, в чем, собственно говоря, разница, да и почему мы сегодня говорим именно о японских свечах, а не просто об абстрактных графиках, я покажу вам пример трех самых популярных, типичных видов графика, которые в нашем торговом терминале на любом активе может быть нам доступен. То есть, если мы с вами загуглим в интернете график какого-либо инструмента, то, скорее всего, мы сможем посмотреть его в трех видах. Самый первый, самый левый на графике – это так называемый линейный график. Он самый простой, самый, с одной стороны, наглядный. Мы видим, что он строится путем соединения точек на графике. Получается, ну, такой обычный линейный график. Казалось бы, все хорошо, но проблема в том, что он недостаточно информативен. То есть, давайте представим, что каждая точка на графике – это один, например, день. То есть, это информация о том, как цена актива в течение дня закрывалась, допустим. Но это недостаточная информация, потому что в течение дня у нас цена меняется очень разнообразно. И, к сожалению, нам недостаточно только информации о том, как цена закрылась, если мы хотим действительно понять природу того, что происходит на рынке. Далее, самый правый график – это график барный. Он у нас немного интереснее, чем стандартный линейный график. Он состоит из так называемых баров, поэтому он называется барным графиком. И каждый бар содержит в себе определенную информацию. Но, к сожалению, здесь тоже у нас недостаточно наглядности, недостаточно репрезентативности, поэтому лично я вам рекомендовала бы все-таки работать именно со свечным графиком. Вы видите его перед собой сейчас по центру нашего слайда. Он такой король в настоящий момент. Это у нас и есть график японских свечей. Давайте вспомним, что такое одна японская свеча. Вот сейчас перед вами на слайде есть конкретный пример двух японских свечей. Они у нас, как вы могли заметить, бывают разноцветными. Цвета вы фактически выбираете самостоятельно. В терминале MetaTrader это достаточно легко настраивается. Бывают черно-белые графики, бывают другие такие классические расцветки. Я для себя выбираю комбинацию зеленого и красного цвета. Мне кажется, что она самая удобная, самая наглядная. Итак, зеленая свеча или по-другому еще она у нас называется свеча-бычья, формируется в случае, если в течение одного периода цена на актив выросла. Быки, напомню, на финансовых рынках у нас это такие животные, которые по биржевой мифологии поднимают цену на рога и толкают ее наверх. Таким образом создают растущее движение на рынке или создают так называемый бычий тренд. Медведи же это такие вот биржевые животные, которые встают на цену своей мощной тяжелой лапы и таким образом продавливают ее вниз и организуют движение цены на снижение, то есть медвежий тренд. Быки, медведи, вот такие вот у нас цари рынка. Итак, что мы видим? Давайте рассмотрим на примере бычьей свечи. Одна свеча – это один период. Период может быть абсолютно любой от недели до, ну, допустим, там нескольких секунд. Ну, давайте представим, что, например, у нас это... Давайте представим, что у нас это дневной график. Итак, смотрите, в течение дня у нас открылся рынок на вот этой отметке, затем были какие-то колебания и затем вот на этом уровне мы закрылись. Расстояние между ценой открытия и ценой закрытия у нас называется тело свечи. Оно окрашено зеленым цветом именно потому, что здесь у нас царят покупатели. Кроме того, так как у нас были определенные колебания в течение периода, то у свечи у нас есть максимум и минимум. Вот это у нас называется тень свечи или хвост свечи еще по-другому. Здесь тоже есть много разных названий. Кто-то говорит фитиль. Это все на самом деле зависит от ваших тоже предпочтений. Ну, вот такая вот у нас структура бычьей свечи. Да, действительно, перепутана у меня цена открытия и закрытия, но это, я надеюсь, не очень критично. Я надеюсь, что те, кто у нас этой терминологией не владеет, не запутаются. Итак, медвежья свеча – это история, когда у нас цена открытия находится выше, чем цена закрытия. То есть открылись мы на вот этом уровне. Прошу прощения, сори, вот здесь у меня написано закрытие, цена, на самом деле цена открытия. В течение периода мы каким-то образом колебались и закрылись существенно ниже. Опять же, была болтанка в течение торгового периода, был максимум, был минимум. В результате так нарисовались у нас тени свечи. Друзья, вот еще для тех, кто у нас только начинает работу на рынках, я бы порекомендовала очень хорошую книгу. Это европейский автор Стив Ниссон. Еще тогда, когда в Европе совсем была неизвестна теория японских свечей, которая, собственно, происходит из Японии, и была создана японскими торговцами рисом, когда еще в 17 веке им было необходимо предсказывать цену на финансовые активы. Они, безусловно, не имели компьютеров, торговых индикаторов, и разработали вот такую вот торговую систему на базе японских свечей. Книга «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков» Это книга достаточно уже старая, но, тем не менее, не теряющая своей актуальности. И также, коллеги, я хочу вас порадовать информацией о том, что компания «Адмирал Маркетс» в конце сентября, насколько мне известно, организует вебинар со Стивом Ниссоном. Можно будет послушать его самого на эту тематику. Если кому-то будет интересно, то я бы очень рекомендовала присоединиться. Итак, движемся дальше. По поводу структуры свечей мы с вами поговорили. Теперь хотела бы вам показать, как выглядит свечной график в жизни. Коллеги, вот достаточно много вижу комментариев. Прошу вас понять, что у нас участников мероприятия много, и мы заранее говорили о том, что начинаем мы со снов и дальше движемся уже по паттернам и по их применению. Мы все успеем, не переживайте, и не мешайте, пожалуйста, другим участникам усваивать информацию. Спасибо вам большое за понимание. Итак, мы смотрим на свечной график и видим, как же у нас это бывает в реальной жизни. Вот это вот как раз те японские свечи, каждый из которых отвечает за один период. Свечи у нас отражают то, что происходит на графике. Сейчас вы видите перед собой три тренда. Первый из них – это медвежий тренд. Потом он сменился на так называемый боковой тренд, и затем он перешел в тренд восходящий. По поводу трендов, да, буквально пару слов, я думаю, что новичкам это будет полезно. Что такое тренд? Нисходящий тренд, например, это у нас комбинация, по крайней мере, двух более низких минимумов и максимумов. То есть, например, на примере вот этой ситуации мы видим, был максимум, был более низкий минимум, был максимум, был более низкий минимум, был максимум, был более низкий минимум. По крайней мере, два таких понижающихся минимума и максимума – это уже нисходящий тренд. По нему мы можем провести линии поддержки и сопротивлений. Поддержка у нас располагается под ценой, сопротивление располагается сверху. Но мы понимаем, что цена на финансовых рынках не может все время двигаться в одном направлении, это невозможно. И в какой-то момент мы видим, что была торговля в нисходящем канале, которая потом развернулась. Но на что я хотела бы обратить ваше внимание и что важно в целях нашей сегодняшней программы, это вот такая мысль, что тренды у нас на рынках очень редко сменяются кардинально. То есть увидеть такую ситуацию, когда у нас был, например, нисходящий тренд, потом он резко сломался и развернулся в восходящий тренд буквально за считанные секунды, это очень редкое явление. Как правило, при смене тренда на рынке мы наблюдаем, что какое-то время цена у нас располагается в боковом диапазоне. Рыночная терминология также у нас называется консолидация. Это история, когда участники рынка оценивают ситуацию, накапливают капитал, пытаются проанализировать какие-то важные, фундаментальные, как правило, новости, макроэкономические, политические события и так далее. И, соответственно, после того, как вот эта вот фаза отдыха, фаза передышки прошла, инвесторы определились с направлением рынка и затем уже происходит разворот. Вот. График какого актива перед вами сейчас находится, это совершенно неважно. Я хочу вам показать вот именно то, что у всех фактически биржевых инструментов одна природа торговли. Это мог бы быть график пары евро-доллар, это мог бы быть график криптовалюты, нынче очень популярной, это мог бы быть график акций Газпрома или банка открытия, который в последние дни тоже очень широко обсуждается у нас в российском медиапространстве. И вот сегодня основная тема нашей дискуссии заключается в том, как же нам определить разворот рынка. Вот именно этому я сегодня хотела бы придать самое большое значение, потому что, конечно, на рынке любому участнику торгов хочется успеть вскочить в тренд в самом его начале и выйти из него до его завершения, чтобы забрать максимальное количество профита, да, назовем это так, с рынка. Как это сделать? Вечный вопрос, который волнует многих, поиск того самого волшебного грааля, его, сразу скажу, не существует, но существует рабочий инструмент, который мы с вами сегодня будем разбирать. Итак, коллеги, мы плавно переходим к разнообразным видам свечных моделей. И здесь хотелось бы мне сразу выделить для вас две основные категории. У нас есть свечные модели разворотные, которые говорят о том, что рынок меняет свое направление. Есть модели продолжения, свечные модели, которые говорят нам о том, что после небольшой, опять-таки, передышки, рынок оказался готов продолжать движение в определенном направлении. Коллеги, я бы вот, кстати, перед тем, как мы сейчас устроим такой вот забег по свечным моделям, хотела бы обратиться именно к новичкам. Насколько я вот понятно, да, вообще объяснила смысл того, для чего нам нужны модели? Нет ли каких-то вот вопросов по вот этому такому нашему первому маленькому вводному блоку? Если они есть, то их сейчас можно задать. Супер. Хорошо. Итак, замечательно. Коллеги, давайте тогда разбираться с свечными моделями. Итак, разворотные модели. Давайте сначала перечислим название, чтобы было нам немножко легче оперировать. Ага, вот вопрос подоспел от Романа Михеева. На каком таймфрейме? Фактически, японские свечи у нас могут применяться, да, на любом таймфрейме. Свечные модели также могут применяться на любом таймфрейме. Но по мере того, как мы с вами пойдем вот по основным моделям, я буду уточнять, какая модель на каком таймфрейме может лучше работать. Да, вот мы это все обязательно затронем. Я обращу на это внимание. Итак, разворотные модели. Молот или повешенный, поглощение, утренняя и вечерняя звезда, просвет в облаках, завесы из облаков, хорами, крест, хорами, пинцет. И модели продолжения. Мы видим, что многие из них носят такие немножко японские названия. Это связано именно с тем, что свечи у нас родом из Японии, как мы уже с вами обсудили. Итак, модели продолжения ГЭП ТАЦУКИ у основания, в основании толчок, три метода, три солдата и удержание на татаме. Это наиболее популярные свечные модели, хотя на самом деле их намного больше. Но скажу сразу, чтобы вас не пугать, знать их все абсолютно не обязательно. Так, вопрос от Алексея. Что такое таймфрейм? Таймфрейм – это период японской свечи. То есть вот мы с вами смотрели на вот этот вот график японской свечи одной, и каждая свеча может нам давать информацию об определенном периоде. То есть в одной свече может быть информация о том, как торговалась цена в течение часа, недели, месяца, минуты, секунды. Вот это у нас и есть период, таймфрейм или еще там в некоторых терминалах это называется интервал. Надеюсь, что ответила. Так, ну все, тогда после того, что мы подвели такую небольшую линию, давайте перейдем к пяти стратегиям, которые у нас основываются на разворотных моделях. Итак, начинаем мы с вами разговор с моделью молот, или по-другому она еще называется повешенной. Звучит-то достаточно агрессивно, но на самом деле это совсем не так. Итак, в чем же суть этой модели, как она формируется и как она может подтверждаться? Давайте начнем сначала с молотом, он у нас расположен на слайде чуть-чуть выше. Итак, молот – это свечная модель, которая формируется у нас после нисходящего тренда. То есть, например, было уверенное движение цены вниз. Вот, например, там цена на акции, ну вот, да, свежих примеров, цена на акции банка открытия. Там нет молота, да, я просто про тренды говорю. Достаточно долгое время снижалась, а потом с игроками что-то произошло, и они задумались о том, насколько логичным является продолжение нисходящего тренда. Не перепродан ли рынок? Нет ли смысла выскочить из рынка, закрыть свою позицию на продажу, для того, чтобы не проворонить разворот и не заработать, соответственно, меньше, чем они могли бы сделать. И первым сигналом того, что игроки задумываются, является формирование свечи молот. Вот она обведена у нас в кружок. Это свеча с маленьким телом, да, вот этот вот закрашенный бокс между ценой открытия и закрытия, и длинной тенью. Не просто так мы с вами обсуждали структуру свечи на предыдущих слайдах, это все нам полезно, да, надеюсь, что вы помните. Вот здесь у нас в примерах черно-белая история, да, белые свечи – это свечи, которые показывают рост, то есть это бычьи свечи, а черные свечи – это свечи, которые показывают снижение. И, соответственно, мы видим, что здесь у нас есть длинная нижняя тень. Алена спрашивает, что такое вторая тень. Ее здесь фактически нет в большинстве случаев, либо же она минимальна. То есть это говорит о том, что на самом деле, да, если вот рассмотреть происходящее. Вот здесь у нас располагается цена… Так, давайте я возьму… Ой, нет, все хорошо. Вот здесь у нас располагается цена открытия. Мы видим, что после того, как у нас рынок открылся, цена ходила вниз, то есть был импульс на то, чтобы продолжить нисходящее движение. Но, если мы посмотрим на то, как свеча закрылась, то мы увидим, что этот импульс оказался недостаточно силен, потому что цена-то в итоге у нас закрылась выше, чем она открылась, несмотря на то, что достаточно сильный ход вниз у нас был. И формирование такой свечи говорит об усталости игроков и говорит о том, что игроки пришли к выводу, что пора разворачиваться наверх. Что нам нужно здесь учесть? Верхней тени у нас практически нет, тело у нас маленькое, и тело у нас располагается в верхней части диапазона. Чем длиннее нижняя тень, тем сильнее сигнал. Кроме того, чем сильнее тренд, который предшествовал формированию молота, тем также сильнее сигнал. То есть, если у нас была какая-то боковая такая болтанка и сформировался молот, то, скорее всего, это не сигнал. Здесь должен быть сильно выраженный нисходящий тренд. И, коллеги, что еще является критически важным для нас? Это необходимость подтверждения при формировании этой модели. Да, в общем-то, и как и всех других. Для того, чтобы подтвердить то, что на свеча молот действительно... валидно, скажем так, нам нужно посмотреть на следующую за молотом свечу. Она должна закрыться выше, чем у нас была цена открытия свечи, которая молоту предшествовала. Вот такая вот история. Если этого не произошло, то сигнал мы считаем невалидным. Вот как, например, на примере нашего графика, мы видим, что следующая за молотом свеча закрылась у нас ниже, чем открылась свеча предшественник. И это говорит о том, что фактически у нас пока не было подтверждения. Подтверждение мы получили только после формирования уже третьей свечи, которая закрылась существенно выше. Это важный момент. Повешенные, соответственно, это обратная история. Это свеча, которая формируется на растущем тренде, на пике растущего тренда. У нее, как правило, тело медвежье, то есть красное или черное, как вам удобнее. И то же самое. Длинная тень, нижняя, верхняя тень почти отсутствуют. И нам необходимо подтверждение в виде закрытия рынка, в данном случае ниже, чем свеча, которая предшествовала вот этой истории. Так, Алексей спрашивает, прошу прощения, немного воды глотну. Немножко теряю голос, но я надеюсь, что все будет хорошо. Цена закрытия предыдущей свечи равняется цене... Нет, Алексей, не всегда. Не всегда. Это абсолютно не строгая история. Имеет ли значение цвет тела? Ну, на самом деле это не критично, но если мы говорим все-таки о молоте оповешенном, то желательно, чтобы, как вот у нас в примере на графике, молотый, повешенный имели цвет тренда нового. Это усиливает сигнал. Это усиливает сигнал. И теперь, коллеги, мы можем посмотреть пример того, как у нас отрабатывается эта история на графике. Перед вами пара евро-американский доллар и вот с такими вот желтыми боксами у меня на графике выделено два молота. Я надеюсь, что видно более или менее отчетливо. Это как раз история, когда у нас молот формировался после достаточно сильного нисходящего тренда. Оба раза такое происходило. Ну и мы видим, что здесь вот достаточно классическая схема. Маленькое тело, длинная нижняя тень, маленькая верхняя тень. И вот так вот это у нас происходит в живой жизни. Кроме того, предлагаю посмотреть на график еще немножечко с большего масштаба. Это тот же самый недельный график, как был и на предыдущем. Те же самые два молота, просто более мелко. Я немножко уменьшила приближение. И здесь мы можем посмотреть, как отрабатывалась эта история в долгосрочной перспективе. То есть вот здесь на графике, это недельный график. Перед вами много-много-много маленьких японских свечей, каждая из которых несет информацию о том, как менялся рынок в течение одной недели. Одна свеча равно одна неделя. Это у нас недельный график, да, как пример. И на что я хотела бы здесь обратить внимание. Посмотрите, особенно те, кто уже немного знакомы с финансовыми рынками, я думаю, что, давайте маленькую загадку загадаю, какая фигура графического анализа у нас здесь при помощи молотов на графике образовалась. Есть ли у нас предположение, так как я знаю, что у нас в чате есть комната, здесь, да, вернее, присутствуют опытные трейдеры. Да, совершенно верно, совершенно верно. Молодцы, молодцы. Или двойное дно, или голова и плечи. Здесь можно, конечно, варьировать немножечко отношения, да, потому что, ну, фактически, если очень строго, то это все-таки двойное дно. Но с другой стороны, да, 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 да. Супер, супер, молодцы, молодцы, очень хорошо. Для тех, кто у нас пока еще новенький и кто пока с графическими фигурами не знаком, это мы будем обсуждать на следующем, на следующем занятии. Вот ровно через две недели мы будем говорить о фигурах графического анализа, так что, если тема интересна, то, в общем-то, уже можете записывать. Едем дальше, и давайте теперь посмотрим на модель поглощения. Так, для того, чтобы увидеть, да, вот нажмите, пожалуйста, на стрелочки внизу, я так думаю, что у вас тогда пропадет моя физиономия, но зато будет хорошо видно картинки. Итак, модель поглощения. Оно у нас бывает бычье или медвежье. Здесь есть два варианта развития событий. В чем здесь заключается логика? Здесь то же самое. У нас был сильный тренд, а потом что-то произошло. И мы видим, что сила перешла, ну вот если посмотреть на бычье поглощение, да, давайте начнем с него, то сила после медвежьего тренда перешла к покупателям. И мы видим, что после формирования первой в этой модели маленькой свечи с красным телом у нас возникла свеча большая с зеленым телом. То есть таким образом буки поглотили медведей, если это вот таким термином говорить. Здесь что у нас из важного? Работает только после четкого тренда. Если тело первой свечи очень маленькое, а тело второй свечи большое, то сигнал становится намного мощнее. Ну и кроме того суперсигнал, когда одна бычья, да, например, свеча поглощает несколько маленьких медвежьих свечей. Медвежье поглощение абсолютно аналогично. Медведи вот так вот поглотили, сожрали вот таких вот несмелых быков после восходящего тренда. Поглощение – это модель, так, нет картинки. Так, не понимаю, почему нет картинки. Самое главное – это поглотить, картинка есть, все супер. Самое главное – это поглотить тело свечи. Что будет происходить у нас с тенями, да, фитили, как угодно их называем, но я называю тени. Супер, да, поняла, что картинка есть. Это фактически не очень важно. Главное здесь – это именно тело. Тело большое должно поглотить тело маленькое. Это говорит о передаче власти. Ну и на следующем графике – это у нас валютная пара евро-японская иена, четырехчасовой график, по-моему, кстати, даже достаточно свежий. Здесь на графике мы можем увидеть примеры поглощений. Они такие не идеальные в некоторых ситуациях, потому что в идеале, да, у нас должно быть поглощение полное, то есть свеча поглощенная должна полностью, ее цена открытия-закрытия должна полностью оказаться внутри следующей свечи. Но если мы посмотрим на реальную жизнь, то увидим, что здесь, конечно, далеко не все бывает таким классическим, но тем не менее мы видим, что вот именно на сломах тренда модели поглощения достаточно часто действительно отрабатываются. Вот на этом примере у нас это прекрасно видно, сколько вот на маленьком отрезке графика у нас есть пять примеров поглощения. Вообще я хочу немножко отвлечься и сказать, что когда мы говорим о разнообразных моделях на финансовых рынках, не нужно слишком много внимания придавать таким занудным деталям, да, то есть, например, вот нам там сказали, что должно быть строго вот так, должно быть строго поглощено все тело. Но на самом деле, когда мы говорим о свечных моделях, мы обязательно запоминаем, ну, такие канонические, да, образцы, но когда мы смотрим на реальную жизнь, мы понимаем, что здесь, конечно, очень редко, ну, или, по крайней мере, далеко не всегда, бывают такие вот классические истории. И часто графики, конечно, там, ну, по-разному немножечко формируются, кроме того, там, тоже котировки могут немного различаться в некоторых ситуациях. Поэтому здесь главное именно понять логику, главное понять, что у нас сначала власть была у одних, а потом ее перехватили другие. Да, вот это вот то, что несет нам эта модель. Алена, как их предсказать? Да, фактически никак их не предсказать. Здесь нужно просто смотреть на происходящее на рынке, ну, и вот в идеале, конечно, смотреть на то, как закрываются следующие свечи, потому что только комбинации двух моделей, конечно, как правило, недостаточно. Здесь нужно внимательно смотреть за тем, что происходит дальше. Ну, и кроме того, практически у всего происходящего на нашем графике, на том, на базе чего мы строим технический анализ, практически у всего у нас есть фундаментальные причины, поэтому важно всегда находиться в контексте макроэкономическом, смотреть на события экономического календаря, смотреть, там, если это акции, то смотреть на дивидендные новости, да, на отчетность компаний. Если это валюты, то обязательно смотреть на новости по Центробанкам, которые являются главными фактически драйверами на рынке Форекс, ну, и, соответственно, уже от этого отталкиваться. То есть, да, если у нас есть какие-то предпосылки, то мы, соответственно, уже от этого и отрабатываемся. Так, коллеги, сейчас пока на обсуждение давайте не буду отвлекаться, потому что у нас остается, ну, уже не так много времени, мне хотелось бы успеть побольше полезного вам еще рассказать. Движемся дальше и говорим о модели ДОЖИ. Итак, ДОЖИ – это свеча, которая имеет минимальное тело, то есть фактически у нее цена открытия и цена закрытия между собой равны, они совпадают. То есть в течение торгового периода была болтанка, но она ни к чему не привела, то есть фактически цена открытия совпала с ценой закрытия, несмотря на весь вот этот вот рыночный шум, который показывают нам тени. Фундаментальная, ну, вернее, да, не фундаментальная, а такая базовая ситуация не изменилась. И такие тени, такие свечи, прошу прощения, показывают нам несколько разных настроений. Вот давайте посмотрим, у нас есть 4 традиционных разновидностей ДОЖИ, это длинноногие ДОЖИ, ДОЖИ стрекоза без верхней тени, ДОЖИ надгробия без нижней тени и ДОЖИ четырех цен. Но это история вообще крайне редкая, но очень интересная. Это история, когда у нас все 4 цены абсолютно равны, то есть цена открытия, цена закрытия и хвосты. Они совпадают и вот получается такая вот глухая полосочка. Как правило, варианты 1 и варианты 4 показывают неуверенность игроков. И, ну, я бы сказала, что их нужно очень осторожно использовать. Свечи 2 и 3, то есть ДОЖИ стрекоза и ДОЖИ надгробия, могут стать сигналом разворота на дне или на вершине. Фактически это может нам, вот особенно стрекоза и надгробия, могут нам чем-то напомнить историю с молотом и повешенным. Просто здесь у нас минимальное тело. То есть, ну, наверное, даже правильно и так сформулировать, что в фигуры молот и повешенные тоже могут входить свечи ДОЖИ, да, просто у них не будет тела. И это не будет очень принципиальным. Единственное, что если у нас вот в такой фигуре не обычные свечи с маленькими телами, а ДОЖИ, то сигнал будет сильнее. Это, пожалуй, вот самое основное, что нужно здесь понимать. Принципиально логика меняться не будет. Ну, здесь перед нами пример того, как такие свечи ДОЖИ могут у нас отрабатываться. Ну, и вот, пожалуйста, вам тоже реальный график. Это график пары американский доллар, японская и иена. Здесь вы можете посмотреть на примеры возникновения свечей ДОЖИ и на то, как они отрабатываются. Когда мы такие свечи используем, мы тоже стараемся понимать, что им всегда нужно подтверждение. То есть недостаточно просто, вот мы увидели такую свечу, например, сегодня идет трейдинг, и мы видим, что у нас на графике формируются ДОЖИ. И такие говорим, ну все, я пошел в шорт. Но на самом деле это очень опасная логика, я бы не рекомендовала так рассуждать. Я думаю, что лучше все-таки дожидаться подтверждения, по крайней мере смотреть на следующую свечу. Если у вас хватает терпения, это лучше посмотреть еще и на третью свечу, которая следует уже за то же, ну на вторую, соответственно, да, на вторую свечу нового тренда. Коллеги, едем дальше. Модель номер 4 называется Харами. С японского языка эта модель переводится как беременная. Здесь вот такая глубокая, тонкая, восточная метафора, смысл которой заключается в том, что первая большая свеча – это мать, а вторая, ну вот как ее такой живот, это плод. Она у нас, эта модель состоит из двух контрастных свечей. Аналогично она может применяться как на обычном тренде, так и на медвежьем. Но что вот особенно, да, важно, это расположение свечи Харами. Она должна располагаться близко к центру первой большой свечи. Близко к центру. Да, то есть, ну вот примерно как, ну действительно достаточно такая тонкая и точная метафора, примерно как живут у беременной женщины. У этих свечей также нам всегда необходимо подтверждение, потому что, ну, опытные трейдеры поймут, что если сформировалась такая ситуация у нас на… графики, да, ну вот допустим, была сильная там бычья свеча, потом получилась маленькая медвежья свеча, но это еще совсем ничего не значит. Рынок может пойти абсолютно с легкостью в том же направлении, в котором он двигался раньше. Вообще никаких гарантий здесь нет. Здесь нужно именно дожидаться подтверждения разворота в виде следующих свечей. Либо также, ну вот о том, как еще можно подтверждать разворот, поговорю чуть-чуть попозже. Давайте мы посмотрим на последнюю модель разворотную, чтобы у вас появилась общая картина. Ну вот, да, здесь пример привела Харами, такой он может быть не самый классический тоже, но тем не менее. У нас была сильная бычья свеча, и в нее вошла медвежья свеча. Она не такая маленькая, как хотелось бы мне, как перфекционисту такому рыночному, но тем не менее, мы видим, что она вошла в состав второй свечи, цены закрытия, открытия оказались намного компактнее, да, чем у первой свечи. И здесь хотела бы я вот обратить ваше внимание на то, что появление самой по себе вот здесь этой Харами, это далеко не сигнал, и говорить о том, что все-таки что-то происходит, мы можем только после того, как у нас вот здесь вот рынок закрылся. Вот у меня сиреневые линии, я прочертила линию локальной поддержки, которая у нас проходит по минимуму нашей свечи, первой, да, в этой модели бычьей. Вот он минимум свечи, и после того, как цена следующая за Харами закрылась ниже вот этого минимума, после этого мы можем говорить о том, что произошло подтверждение разворота. Другое дело, вот еще момент, который я обязательно хочу затронуть сегодня, сделаю это, пожалуй, прямо сейчас, заключается в том, что у нас на рынке есть очень много ложных движений. То есть нам вроде кажется, что по науке все так, а на самом деле получается в итоге совсем по-другому. То есть, например, здесь в этой ситуации, Сергей говорит, нет картинки, а если обновить окно, попробуйте обновить окно, я думаю, что должно появиться. Итак, у нас на рынке достаточно много ложных движений, и если, например, происходит такая ситуация, что у нас произошел пробой, то на самом деле, если у вас нет каких-то фундаментальных оснований для того, чтобы считать, что рынок будет развиваться тем или иным образом, то я бы рекомендовала внимательно очень отслеживать коррекции. В чем здесь логика? Дело в том, что, вот, например, на примере этого графика мы можем увидеть, что после того, как была пробита линия поддержки, фактически она превратилась у нас в новое сопротивление. То есть теперь, когда цена находится под ней, этот уровень выступает в роли сопротивления. И очень часто, прежде чем провести долгосрочный фундаментальный разворот, рынку необходимо скорректироваться наверх. И мы очень хорошо видим эту историю на примере вот этого графика, именно поэтому я его выбрала для этого примера. Мы видим, что был пробой, получился локальный минимум, здесь потом цена пошла корректироваться наверх. И на самом деле здесь могло произойти совсем другое. Здесь могло произойти возвращение цены выше линии поддержки и, соответственно, отрицание всех вообще разворотных историй. Но этого не произошло, и именно поэтому для нас вот эта линия, которая выделена у меня сиреневым пунктиром на графике, является ключевой, когда мы говорим о подтверждении разворота. То есть произошел отскок, игроки потестировали, потестировали сопротивление, поняли, не могу пробить потолок. И уже тогда направились снова вниз. Так примерно работает, ну, так, в такой немножко упрощенной форме, но все-таки работает психология рынка. И вот эту историю я бы рекомендовала вам учитывать. Она полезна и когда мы говорим о свечных моделях, и когда мы говорим о графических моделях в том числе. Ну, и последняя модель, она является на рынке достаточно редкой, но, тем не менее, она также встречается. Модель называется «Утвенняя» или «Вечерняя звезда». По своей логике, похоже на несколько предыдущих вариантов, которые мы обсуждали. Но здесь логика заключается в том, что свеча номер два в этой модели открывается с ГЭПом, имеет очень узкое тело, как правило, оно нулевое. И тело свечи 1 и 3, она не пересекает, то есть она как бы оторвана. И здесь еще у нас есть один вариант развития событий. То есть вот это у нас «Утренняя звезда», в этой ситуации это «Должи», потому что у нее нет тела. А если она не пересекает даже тени, то есть здесь, вот смотрите, не пересекает только тело. А если свечка «Звезда» не пересекает даже тени, то это у нас называется «Брошенный младенец», такой вот он в открытом космосе, летает. Тоже такая красивая, красивая японская терминология. И такая модель сильнее. Она встречается не очень часто, она сильнее, ей тоже, безусловно, как всегда, требуется подтверждение. Вот пишут нам в чате «Проще искать модели уровней». Совершенно верно, да, совершенно верно. И вот как раз, как раз вот этим мне очень понравился недельный график пары евро-доллар, да, который мы вот здесь вот с вами наблюдали на предыдущем графике. То, что у нас сформировался первый молот, это хорошо. А потом там откат, да, небольшой. Мы снова вернулись к низам, и здесь снова формируется молот. И здесь уже намного выше шанс того, что разворот действительно произойдет. Точно так же, например, вот если говорить о разворотных моделях, если у нас есть боковой канал, где там у нас был на графике пример боковой канал? Вот, пожалуйста, да. Если у нас боковой канал, который у меня выделен сиреневыми линиями, то в нем действительно достаточно хорошо и правильно смотреть на то, какие модели у нас формируются у линии, то есть на трендовых, да, поддержки и сопротивлений. То есть это всегда, всегда, всегда отслеживается трейдерами, отслеживается более того и роботами, которые сейчас в большом очень объеме совершают сделки на финансовых площадках. Еще пару слов скажу о том, как еще мы можем подтверждать свечные модели. Вариантов здесь много достаточно, но я хотела бы вам напомнить еще о том, что у нас в нашем торговом сумминале будет то метатрейдер, который, кстати, предлагает Admiral Markets, хочу сказать, очень удобный метатрейдер для мака. Я мучилась очень долго с тем, чтобы себе поставить удобный метат на MacBook, и были у меня проблемы, потому что нужно обычно с надстройками устанавливать, там всякие вайны и другие сложные программы. Admiral Markets сделал удобный метат, который можно ставить просто в Аклик. Если у вас в Мак, то это может быть полезно. Итак, в нашем торговом терминале будет то метатрейдер, трейдер или квик для фондового рынка. Здесь у нас всегда есть возможность добавлять разнообразные индикаторы. Про индикаторы мы с вами тоже поговорим еще на следующих вебинарах. У нас цикл охватывает, ну, фактически все основные базовые понятия технического анализа. Но сегодня я просто скажу о том, что есть у нас хорошие индикаторы, которые позволяют нам находить подтверждение разворота и подтверждать наши свечные модели также. То есть здесь можно добавить стахастик, можно добавить скользящую среднюю, можно посмотреть на то, как ведет себя классический индикатор МАГДИ. Если там есть также усиливающие сигналы, то вероятность того, что наш прогноз был верным, и мы правильно нашли свечную модель, возрастает в разы. Теперь переходим к трендовым моделям. Честно говоря, я эти модели люблю намного меньше, чем модели разворотные. На мой взгляд, они чаще прут. Но, тем не менее, знать хотя бы несколько примеров таких моделей тоже очень полезно, просто для того, чтобы немножечко повысить свою такую базовую биржевую грамотность. Зная все основные свечные модели, вы уже можете фактически разговаривать с рынком на одном языке. Вы можете читать аналитику от профессиональных экономистов, аналитиков финансовых, и понимать, о чем они пишут. Не просто воспринимать, там, купи евро, продай доллар, а немножечко уже больше врубаться в суть того, что они делают для того, чтобы проанализировать рынок, и понять их компетенцию. Это важно. Прежде чем кому-то доверять, все-таки я считаю, что нужно иметь возможность оценить уровень человека, который советует. Поэтому в этом смысле модели тоже могут быть вам полезны. Давайте посмотрим. Ну вот, например, модель первая называется у нас модель трех свечей, правда, состоит она из пяти свечей. Здесь история какая. Есть пять свечей, первая и пятая из них формируются по тренду. А вот тела трех средних за пределы боковых не выходят. Здесь мы видим пример, например, бычьего тренда, то есть была, например, крупная бычья свеча, которая является свечой номер один в этой модели, потом за ней пошли три маленьких, например, красных, и они могут выстроиться в любом направлении, как по тренду, так и против тренда. Но главное, что они не выходят за пределы. Ну и за ними последовала пятая свеча, которая фактически закрыла все происходящее. Ну, на самом деле, конечно, она могла бы быть сильнее, мне бы больше понравилось, если бы она была сильнее. Ну, вот здесь у нас пример такой. Это совсем неплохо, в принципе, тоже такая рабочая история. То есть получается, что у нас рынок торговался в тренде, цена сделала откат, но при этом последняя свеча моделями трех свечей, получается, нашла в себе силы для того, чтобы нарисовать новый хай, новый максимум. Такая вот история, да, и, соответственно, аналогичная ситуация может у нас образовываться на графике. Ошибка? Да нет, фактически ошибки здесь нет, Сергей, просто. Ну, могло бы быть идеальней, скажем так. Так, Олег спрашивает, будет ли запись фабинара? Да, запись фабинара будет на YouTube-канале Admiral Markets. Наверное, еще раз попрошу Романа скинуть ссылку на YouTube-канал, если есть возможность такая. Так, ну давайте тогда еще немножко на вопросы. На вопросы... Ой-ой-ой, очень много вопросов в колене. Так, давайте-ка тогда... Я думала, что там у нас будет один вопрос. Давайте мы тогда вопросы отложим и закончим нашу основную программу, потом вернемся к вопросам. Спасибо за понимание. Итак, модель номер два, модель разделяющейся свечи. Она такая достаточно простая, состоит из двух свечей. Был у нас основной тренд, ну и, например, восходящий. На основном тренде появляется противоположная свеча. То есть вот пошла красная коррекция. Свечка сформировалась, закрылась. Ну и, казалось бы, может быть, это разворот. Но нет, подтверждение разворота не приходит. Мы это видим исходя из второй свечи этой модели. Она открывается у нас с гэпом по тренду, как правило. Ну, там с небольшим, большим, ну или где-то в районе, да. И, соответственно, закрывается уже в цвете основного тренда и показывает, что, ну, в данном случае быки все-таки забрали обратно контроль над ситуацией, не упустили власть над рынком. Суперсигнал появляется, если свеча номер два больше, чем свеча номер один. Она показывает, что, ну, вот, свеча номер один была какой-то такой промежуточной ерундой, на которую обращать внимание фактически нам не нужно. И третья модель, которую я хотела бы рассмотреть, модель у основания или толчок. Это две разновидности свечных моделей. Такая модель у нас тоже состоит из двух свечей. И здесь логика какая. Свеча номер один открывается по тренду. Здесь рассматриваем на примере медвежьего тренда. Свеча номер два открылась с гэпом в направлении тренда, да, то есть, казалось бы, она только усиливает движение. Но, как мы знаем, гэпы на финансовых рынках часто имеют тенденцию к тому, чтобы быть закрытыми в течение торгового периода. Новички, если что такое гэпы, не знаете, ну, я думаю, что вы можете это достаточно легко найти. И, соответственно, свеча номер один открылась по тренду, свеча номер два открылась с гэпом в направлении тренда. То есть гэп – это ситуация, когда у нас цена открытия предыдущей свечи и цена открытия следующей свечи не совпали. Образовался такой вот разрыв, дырка гэп, который вот нам дает тоже определенные сигналы. Как правило, гэпы закрываются. И, соответственно, здесь у нас вторая свеча открылась гэпом в направлении тренда, но закрылась против. То есть, таким образом, у основания, да, у основания первой свечи она закрылась. Это у нас называется модель у основания. И также модель толчок формируется, если свеча номер два закрылась чуть-чуть выше, чем цена закрытия свечи номер один, но ниже ее середины. Это модель толчок. То есть, говорится о том, что у нас вот толкнулась вторая свеча, попробовала, но не смогла закрыться на более таких солидных уровнях. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы развернуть рынок в желаемом направлении. Ну и у этой модели тоже желательно нам получать подтверждение свечу номер три по тренду. Закрытую. Такая вот картина. Так вот, вижу, пишите в чате, что красные свечи на первом рисунке должны были снижаться. Это не обязательно. Это фактически не является обязательным условием. Если так, то, в принципе, хорошо. То есть, это получается такое формирование типичного, если говорить о графических фигурах, да, то это получается флаг. Коррекция небольшая против тренда. Но это не обязательно. Свечи не обязаны стоять против тренда. Да-да, я поняла. Я о ней говорю, Константин. Свечи не обязаны стоять против тренда. Здесь важно именно то, что они сидят внутри. Первый свечи. Как они между собой выстраиваются. Здесь возможны вариации. Потому что мы говорим о живом рынке в любом случае. Он подвижен. Коллеги, ну и вот, в общем-то, у меня последний такой ключевой материал. Как раз пришло нам время, постепенно заканчиваю. Сейчас вот расскажу стратегию. Это только пример возможной стратегии для работы на рынке. Но фактически она является такой достаточно классической. И в комбинации с теми же индикаторами может достаточно хорошо отрабатывать. Давайте разбираться. Итак, был у нас, например, восходящий тренд. Цена уверенно двигалась в определенном направлении. Двигалась, двигалась, все хорошо. Потом у нас сформировалась свеча номер один. Она выделена у нас вот здесь вот на графике. Она у нас по цвету получается против тренда. И что важно, что ее цена открытия и закрытия располагаются выше, чем у предыдущей свечи. Смотрим на то, что происходит с рынком дальше. И ждем, когда сформируется свеча номер два. От свечи номер два нам нужно добиться того, чтобы она была также у нас разворотного красного цвета. Или черного, если у вас бело-черная расцветка. И нам важно, чтобы ее цена закрытия была ниже, чем цена закрытия двух предшествующих. Ну и, в общем-то, как бы логично, ниже цены открытия вот этой вот свечи предшественника первой. Последней свечи, которая по тренду у нас получалась. Когда мы дождались вот такого вот закрытия, мы можем говорить о том, что произошла разворотная история. Мы дожидаемся открытия третьей свечи. И здесь уже можем достаточно уверенно входить в короткую позицию, открывать позицию на продажу. На каких уровнях вот эта точка входа? На каких уровнях нам выходить? Во-первых, take profit в соответствии с консервативной стратегией рекомендуется выставлять на уровне цены закрытия свечи номер три. Стоп-лосс, то есть стоп-лосс – это наш защитный ордер, который позволит нам выйти из рынка, если цена пойдет не в нашем направлении. Открыли позицию на продажу, а цена вдруг повела себя другим способом и пошла в рост. Мы ставим стоп-ордера для того, чтобы ограничить свой убыток и не потерять весь депозит. В данной ситуации мы ставим стоп-лосс чуть-чуть выше, на несколько пипсов выше, чем верхняя тень свечи номер один. Вот такая вот стратегия. Ее можно также дополнять скользящими средними, индикатором стахастик, другими индикаторами, которые мы с вами еще обязательно обсудим. И что я хотела бы сказать, вот в этой стратегии свеча номер один у нас может быть любой, фактически из тех, которые мы сегодня с вами обсуждали. Например, это может быть повешенный свеча номер один, это может быть дожи в любой разновидности, это может быть утренняя звезда или брошенный младенец. И появление вот такой модели здесь, безусловно, усиливает сигнал. Сигнал также будет сильнее, если в районе верхней точки, в конце верхней тени первой свечи у нас уже исторически пролегает какой-то уровень сопротивления. То есть это отметка, например, представим, что это пара евро-доллар, и это отметка, не знаю, 1.20. Мы смотрим на график и видим, что ага, а вот там в каком-то там месяце текущего года уже у отметки 1.20 рынок один раз вниз развернулся и пытается еще раз это сделать. Вероятность того, что это произойдет, уже выше, потому что в рынке уже есть откатанная стратегия, откатанная модель. Вот так вот. Друзья, у меня на этом все. Напомню, что запись вебинара и несколько полезных статей вы найдете у нас на сайте InvestFuture, который, в общем-то, является партнером сегодняшнего мероприятия. Я главный редактор проекта InvestFuture. Пару слов скажу. Проект наш работает с 2011 года. Развиваемся мы активно и стремимся к тому, чтобы стать максимально понятным и полезным ресурсом для всех, кого интересуют инвестиции на территории Российской Федерации. Отлично. Все, друзья, тогда я отключаю. Спасибо за внимание. Желаю вам хорошего дня, хороших двух недель. Ждем вас 13 сентября на нашем следующем бесплатном также вебинаре «Графический анализ». Все, всем пока и до новых встреч. С вами была Кира Югтенко, компания Admiral Markets и портал InvestFuture. Я отключаюсь. Пока-пока. Спасибо большое, Кира, за интересный вебинар. Коллеги, для всех я продублировал информацию в чат, где можно посмотреть запись, где можно зарегистрироваться на следующие вебинары. И те вопросы, которые у вас появятся, будут появляться в будущем, вы можете адресовать мне на почту. Всем спасибо за участие. Будем рады вас видеть на наших следующих вебинарах. И всем хорошего вечера.